сегодня 30 апреля 2024 года и всех приветствуем из одессы сразу хочу поблагодарить всех наших зрителей за такие прекрасные пожелания которые вы вчера мне написали за такие замечательные слова которые вы мне пожелали я благодарю вас от всего сердца мне безумно приятно было читать каждый комментарий к сожалению я еще не успела ответить вам но я обязательно это сделаю спасибо что остаетесь с нами вы делаете нашу жизнь лучше и прекраснее именно благодаря вашим теплым и замечательным словам в одессе замечательная погода в одессе разгаре весна все цветет пахнет хочется улыбаться радоваться жизни но к сожалению это периодами просто невозможно вчера был такой хороший день на протяжении всего дня не было ни тревог не взрывов и дронов не ракет и можно было почувствовать себя счастливым человеком я даже подумала что спасибо за такой поднарок и ко дню рождения что можно на войти на улицу и не переживать что тебе на голову что-то свалится но вечером раздался сигнал воздушной тревоги поскольку у нас вчера в семье был праздник мы думали поехать к морю посидеть в каком-то ресторанчике в последний момент вот какая-то была тревожность и мы решили ладно останемся дома поедем ближе к выходным и хорошо что мы остались дома еще раз повторюсь вечером прозвучал сигнал воздушной тревоги и буквально сразу после него мы услышали очень сильный и очень мощный взрыв и этот взрыв слышали абсолютно в разных районах и частях города по поэтому было понятно что случилось что-то страшное случилось что-то серьезное когда прозвучал взрыв через какое-то время мы почитали новости и мы просто ужаснулись ракета прилетела на набережную в здание которое является очень знаменитым в городе его называют замком гарри поттера она украшает набережную это место в котором всегда практически всегда есть люди есть дети это очень густонаселенный район ракета прилетела в такое время когда люди после работы отдыхают на набережной гуляют на набережных со своими детьми со своими собаками конечно все уже наверное смотрели эти видео того что произошло в одессе и поверьте для всех жителей это большое горе и для всей украины это большое горе но особенно для жителей одессы смотреть эти видео мы вчера так расстроились потому что гибнут дети гибнут люди погибла собака и это это вот я сейчас снимаю для вас видео и особо заиграл сигнал воздушной и плоди включился поэтому перерываем в съемку видео и идем в укрытие потому что в городе небезопасно вот так мы и живем а нам пишут почему люди радуются да потому что люди радуются что они остаются хотя бы живы и стараются просто 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 как-то продолжать жить не успел выйти а уже становится страшно что сейчас мы можем какой-то взрыв сейчас закончился сигнал воздушной тревоги я вернулась на место в котором снимала видео а так я бегала в бомбоубежище которые есть рядом и честно я была удивлена какое сейчас большое количество людей ходит в бомбоубежище и это говорит о том что люди переживают люди боятся за свою жизнь были там и женщины и мужчины и мужчины и женщины и детьми кто-то с собаками людей было много я это все не снимала потому что таких местах съемка запрещена вот но правильно все делают что когда на город летит ракета стараются укрыться потому что по улицам города во время тревоги ходить небезопасно сегодня в одессе официально объявлен день траура и и это уже каждый каждые несколько недель в одессе день траура и это повторяется все чаще и чаще и от этого очень трудно на душе каждому важно и нужно как-то с этим продолжать жить но поверьте всем очень сложно они в которой попала ракета сгорела практически полностью пострадало большое количество квартир жилых домов но самое страшное это то что пострадали и погибли люди ведь нет ничего дороже человеческой жизни в украине гибнут люди каждый день и это большое горе и это очень большая трагедия для не только для украины но и для всего мира очень хочется надеяться что такого больше никогда не повторится но все мы прекрасно понимаем в какие в какой реальности живем мы от всего сердца желаем всем тихого дня тихого вечера берегите себя и своих близких и когда слышите сигнал воздушной тревоги если вы находитесь в украине то конечно старайтесь идти в укрытие потому что еще раз повторюсь нет ничего дороже человеческой жизни я в этом районе в котором вчера это все произошло произошло живет большое количество знакомых и все как один говорили что они думали что война где-то далеко а война оказалась так близко всего 200 метрах от их дома поэтому кто смотрит наши видео их не должно удивлять что люди улыбаются веселятся ходят в рестораны и танцуют в парках просто люди стараются жить каждый день ведь никто не знает что может произойти с человеком завтра вот такая прелесть цветет в одессе практически везде и хоть это радует и заставляет всех жить дальше